приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клёво сегодня очередное видео рыбалки мы с вами находимся на теплодаровском водохранилище сегодня шикарнейшая погода я участвую в баттле большого кубка fish dream по детской области соревнованиях по фидерной ловли и сегодня предстоит у меня дуэли со спортсменом поэтому уверен что информации будет очень много полезной и интересной что там но фидер это не честно не знаю что за прикормка первый раз буду тоже ловить меня ну ладно попробуем взять такую прикормку дают нам компания fish dream для проведения баттлов так как это у нас одна четвертая финала поэтому прикормка выдается до этого если приходилось покупать цену ну спасибо физре будет на этом 5 пачек прикормки дали нормально друзья вот мой соперник не даже не соперник а оппонент вот оппонент по баттле правда на это николай смен да ну начинающий спортсмен пока только еще много чего учимся разбираемся как правильно ловить как бы более старшие спортсмены в этом нам помогают вот сегодня будет очень интересный баттл потому что знаю александра он тоже очень довольны хорошо ловит так что сегодня легкой победы либо вообще будет ли это победа через пять часов нашего тура мы узнаем вот что я могу сказать погода сегодня у нас просто чудесная спасибо еще компании fish dream за предоставление прикормки на баттл о посаре лишь два года подрасти вот толкова она шо но вот талан видел лично видел эту борьбу да да вот только буквально я даже кому каналу знаете пока для клево то для клево силикон калипсо рекламирую без десяти всем было поклевочка борьба была очень хорошая с этим карпиком это рыбацкое счастье надеюсь вам сегодня тоже вы надеете до до 1 4 как ты дошел легко просто первый соперник у меня был любитель доволи в принципе легко но мы более у нас рыбалка была скажем так обучающая потому что она человек выехал можно так сказать там первый раз на нормальный фидерную рыбалку в спорте поэтому у нас было такое общение как бы рассказывал показывал как нужно правильно все делать теперь расскажи вторую вариантов и срочислав попала 2 2 2 подряд и отряда рука год и его но игры это уже спал я больше везения где-то больше может подготовка сыграла роль как бы в нашем вот дуэли все-таки друзья одну 16 финала в мою увидели как я там выиграл буквально 50 грамм разница в весе было там 6 чем-то килограмм разница в весе было с моим оппонентом было 50 грамм посмотреть видео это можно вот здесь одну восьмую я прошел техническим победа технической победы до сопернику просто не получилось ему прийти хотя тоже был спортсмен и довольно таки серьезность по всем максим шашин поэтому и максим тебе привет и спасибо что ты дал мне возможность поучаствовать в 1 4 а там уже дальше посмотри на хуиску и вот изюнаем да время покажу да да и и и и и и видите главный секрет спортсмены выбирать дна все что может вам мешать молодец это уровень и валик тумбу присC MEMS 1 и и и она и Продолжение следует... 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 И все. Фу. Елки-палки. Вот понимаете, вот так получается всегда. На последних 15 минутах три карася. Вот как так? Потому что ты начинаешь понимать уже, ага, что ему надо в данный момент времени. Но раньше никак не получалось понять. Какие-то вообще, вот это милюсь габли, это просто какой-то кошмар, кошмар. Значит, для того, чтобы поймать карася, я понял одно. Значит, я из 40-граммовой кормушки перешел на 80-граммовую, чтобы быстрее она тонула поводок. И сделал его покороче, чтобы верховодка его не брала. Вот это, по-моему, единственный момент и червь, и кукуруза, которые привели к тому, что начали клевать карась. А раскопка короче? Поводок был метр, поставил 60 сантиметров. И получается, что, ну, в последний момент только вот начал нормально клевать карась. Если бы я разобрался чуть-чуть раньше, понял бы это чуть-чуть раньше, то, может быть, конечно, бы и выиграл. А так, конечно, победа, скорее всего, за нашим спортсменом. Маколы. Сейчас все увидим. Коля, чей первый стрелец? Да, вы уже... Вы уже достали, в принципе. Давайте. Вот там, да? Да. Блядь. Тихо, блядь. О, сон остался. Ебать. Сон остался. Все? Все. Давай, налей. Да. Ой, что там? Я ничего не... 2,80. Коля. Стоять, стоять, стоять. Биг фиши. Да, птик биг фиши. Да. 3,100. 3,100, 190. 3,200. 3,200. 3,200. Коля, витаю тебя. Молодец. Спасибо за хорошую конкуренцию. Друзья, я прошу прощения, что если я не оправдал чьи-то надежды, что я мог бы обыграть спортсмена, ну вот, наши админы, вайбер-сообщества «Всё для клёвого Днестр» приехали со мной поддержать меня. И смотрите, что они налогили. Чтобы вы понимали. Смотрите. Одни караси. Вот так вот. То есть, вот как у нас спортсмен. Мы искали перенимаем опыт. Длинный карася планировал, он сразу же на карасе откосил, сразу же сказал, всё, я буду ловить эту верховодку. Всё. А я хотел поймать карася. Потому что я знаю, что здесь его много. И вот он. Он же есть. Его же не может не быть. Вот он. Этот карась. Но у меня он не ловился. Сейчас салата сейчас пустим. Кстати, а вы на что ловили карася? Опарыш. Причём, как ни странно, Саша, я ставил на червя опарыш. На опарыш, да? Я опарыша взял так, для интереса. Просто, чтобы было, как обычно, делал ставку на червя. Опарыш. Опарыш. А у меня на опарыш ни одного карася. У меня на кукурузу и на червя. А кукурузу не жали? Попробовали на кукурузу, но кукурузу, к сожалению, с собой не взяли. Ладно. Да мы ловили дальше, чем они, Дима. Друзья, чем больше у нас будет практики, тем лучше. Тоже опыт. Лучше мы будем ловить. Кстати говоря, какой у меня косяк был, я хочу сразу сказать. Я в 11 часов ночи, блин, вязал поводки. Конечно же, вот с такими глазами, как я там вязал. И получается, что я очень много перевязывал поводков. То есть, во время батла я перевязывал поводки. Понимаете? Но здесь даже есть и плюс. Потому что я научился за 45 секунд перевязывать, то есть, ставить поводок новый на оснастку. на оснастку. Что там? Видите, что мы мы, то мы. О, тут, блин, вот как ты умудрилась? Это уже легко. А вот теперь карасик. Рум-лайн. Сейчас вот у нас пошел в него. Ой. Как она шукает? На опарышу. Коля, что там у тебя? Карась? Красавчик. На опарышу. И на вашу уже прикорм. Да? Да. Это ту, на которую я, типа, грешил. Ну, прикольная прикормка, кстати. Ну, пахнет, так мне понравилось. Я ловил на чесночную до этого. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, все для клева. Ну, мы прощаемся с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи, все хорошо. Пока.